Свадебные выставки. Сегодня этот формат презентации специалистов вендинг-индустрии не для кого не в новинку. Дизайнеры, оформители, шоумены и ведущие – это далеко не все специалисты, чьи профессиональные навыки способны создать для каждого праздник его мечты. Для наших гостей вендинг-эксперт подготовил уникальный стенд, на котором гости смогут сфотографироваться, а также получить приятный бонус для невест. Это небольшой план-график, по которому невесту могут самостоятельно подготовить свою свадьбу. Но если она захочет более профессиональную подготовку, ей необходимо обратиться к свадебному эксперту. А вообще профессия свадебного эксперта нужна для того, чтобы невеста могла запомнить свою свадьбу, а не подготовку к ней. Наступление теплого сезона – повод для многих задуматься о выездной регистрации. Их можно реализовать на площадке загородного ресторана или просто в очень красивом диком месте нашего региона. Выездные регистрации сейчас будут чаще всего на природе. Соответственно, будет больше света, флористики. Это определенное настроение все равно. Ну и естественно, что зона регистрации, она посредством служит зоной для селфи. Это фото-зона работает, естественно. Регистрация или торжество на природе не отменяет флористического декора. В этом случае он еще больше подчеркнет стиль свадьбы. Флористика на свадьбах, конечно, оставляет самые изглотимые впечатления у гостей и привлекает максимум внимания. А также поднимает сразу ваши свадьбы на другой уровень. Но сейчас очень важно еще украсить не только, как обычно делают стол молодых и столы гостей. Очень важно добавить флористику, допустим, на фон молодых. Добавить флористику на какие-то интерьерные детали зала, в которых проходят мероприятия. Будь то люстры, допустим, или кабины есть в некоторых залах. В общем, задача – вписать флористику таким образом, чтобы она жила в зале. Что касается нарядов для будущих молодоженов, в цене по-прежнему консервативные модели. Что не скажешь об аксессуарах. Я была сама невестой когда-то. Мне захотелось чем-то себя украсить. Потому что пота, ну, все-таки это красивый атрибут, но он уже немножечко отыграл свою роль. И захотелось что-то необычное. И мы стали разрабатывать новые-новые концепции, захватывать разные стили, чтобы это был и жемчуг, и горный хрусталь, и страза дворовский, и кружева, и цветы. У нас есть разные аксессуары для причесок. Это могут быть и ободки, и венки, и гребни, заколки. И шпильки, даже кокошники, короны кружевные, которые потрясающе смотрятся. Они нежные, воздушные. И каждая девушка, я считаю, имеет полное право почувствовать себя настоящей королевой. Хедлайнером этой выставки стал Дмитрий Кузеняткин. Актер, ведущий, финалист проекта «Минута славы» из Санкт-Петербурга. По словам Дмитрия, ведущий должен быть не только красив и обаятелен, но и иметь в запасе много сюрпризов, а именно трюков и фокусов. Я действительно безумно люблю работать просто в профессию свою ведущей. И свадебный бизнес меня полюбил, и я его полюбил. И вообще я считаю, что очень здорово, когда ты можешь быть сопричастным вот этому событию. Очень хорошо можно почувствовать ведущего по энергетике, по тому, как он общается, как он транслирует. Там очень часто бывают такие звезды ведущие, которые, типа, я все сделаю, а потом, на самом деле, они действительно заполняют эфир своим присутствием и не дают, там, не знаю, ни родителям, ни родственникам возможности просто выступить. А еще обратите внимание на ту музыку, которую вы будете выбирать на первый танец. Я вам обещаю, вы ее будете помнить до конца всей своей жизни. Если обобщить все сказанное вединг-экспертами, главное свадьбе – это получить удовольствие от самого праздника, а второе – сделать все, чтобы ее запомнить. А как притворить эти формулы в жизнь при помощи специалистов или собственными силами – выбор за каждым.